Присутствие в наем Асад заявил о нескольких тысячах военных США в Сирии. 16 декабря 2019 года, 19.3. Георгий Масалов, Анастасия Румянцева. Президент Сирии Башар Асад заявил, что в стране действуют несколько тысяч американских военных, значительная часть которых – сотрудники частных военных компаний. Официально Пентагон говорит о нескольких сотнях военнослужащих, которые заняты, в том числе, охраной нефтяных месторождений. По мнению экспертов, Вашингтон намеренно занижает степень своего присутствия в Арабской Республике. При этом окончательно американские силы будут выведены из Сирии только когда США выторгуют для себя определенные преференции, считают аналитики. В Сирии находится несколько тысяч американских военных, а не несколько сотен, как утверждает Вашингтон. Об этом заявил президент Арабской Республики Башар Асад в интервью китайскому телеканалу «Феникс». По его словам, в это число входят сотрудники частных военных компаний – ЧВК. В своих войнах американский режим в значительной степени полагается на ЧВК, такие как «Блэк Уотер» в Ираке и другие. Даже если американских военных в Сирии было несколько сотен, помимо них в стране воюют тысячи, а может, и десятки тысяч сотрудников таких компаний. Вот почему реальную цифру установить трудно, но счет определенно идет на тысячи, приводит слова Асада. При этом в продолжении американского присутствия в Сирии Асад не винит самого президента США Дональда Трампа. По словам главы Арабской Республики, политическая система Соединенных Штатов находится под контролем лоббистов. В частности, это относится и к политике Вашингтона по отношению к Дамаску, подчеркнул Асад. Также по теме «Безвыходное положение, зачем Пентагон намерен оставить в Сирии около полутысячи военнослужащих в Сирии и останутся 500-600 американских военных». Об этом заявил генерал Марк Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников. В качестве меры против американского присутствия Асад назвал борьбу с терроризмом в стране. Как считает сирийский президент, группы оппозиции, лояльные США, можно в рамках мирного процесса привлечь к этой борьбе. Результатом станет уход американских сил из Сирии. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что в Сирии останутся около 600 американских военных. По оценке агентства Reuters, численность контингента США в Арабской Республике сократилась с приблизительно 1 тысяча. Человек до 600 после того, как в октябре президент Дональд Трамп объявил об уходе из этого ближневосточного государства. Однако в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что оставит военных для охраны нефтяных месторождений. Как отмечал Эспер, доходы с продажи нефти будут принадлежать формированию сирийской оппозиции, сирийским демократическим силам, СДС. Соединенные Штаты будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Вооруженные силы США дадут серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать, заявил он. В Минобороны России указывали, что на практике доходы от контрабанды нефти направляются на счеты американских ЧВК и разведывательных служб. С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов, ежемесячная выручка этого частного бизнеса американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов, подчеркивали в ведомстве, силами наемников. Тактика опосредованной войны, или прокси-войны, уже долгое время используется Соединенными Штатами, отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. США давно используют такую практику, так называемая прокси-война, которая ведется силами наемников. Они выполняют задачи в интересах США, и их численность действительно достаточно высока. Башар Асад прав, когда говорит о нескольких тысячах человек, сказал он. А.Т. США изначально вводили свои войска в страны Ближнего Востока, чтобы добиться дестабилизации в этом регионе, а потому они не заинтересованы в сокращении своего присутствия здесь, отметил Подберезкин. Американцы не для того разрабатывали стратегию дестабилизации Среднего и Ближнего Востока и вводили свои войска, не для этого всем этим занимались, чтобы потом выводить. Они не будут вводить войска из Сирии до конца. В том числе и они не будут вводить из Афганистана. Они оставят своих советников и частные военные компании, убежден аналитик. При этом публичные заявления о выходе из страны или сокращении своего присутствия используются Вашингтоном для того, чтобы скрыть свое участие в конфликтах на территории Арабской Республики, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Они пытаются скрыть эти цели, пытаются скрыть свое военное присутствие и пытаются создать ситуацию, при которой не будут уходить из Сирии вообще, пытаясь выторговывать определенные преференции при своем полном уходе. Поэтому два раза, которые Трамп говорил о вводе войск, они ни к какому результату не привели, войска остались, сказал он. РТ.